так друзья да в литву сесть мы ехали вот эти места чернигов прямо мы чуть левее на гомель и где-то слева будет оффроуд что-то мне google писал на работе вчера где-то раньше вроде как поворот писал или я так посмотрел в общем сейчас уже где-то мы сколько километров до места 7 километров но я примерно понял где там болото хорошие места блин где сна красота сейчас смотри осторожно что-то какая речка живая речка не сравнить днепр конечно из-за водохранилищ испортили сильно помню дедушка бабушка рассказывали какой был днепр пока не было водохранилища киевского с течением с рыбой все нужно поехать вот этот так что вот славу дышь а не прощу как я тоже програни нас жизни своей был там и настоящий да не аппаратом где течет из ничего на него не но поменьше да вот он маршрутик какое-то озеро там вроде говорили поверните на ничего си организация ты понял красавчики до серьезные ребята тут организаторы до лёня не доехал в общем только что вышел я с ним на связь 70 км от киева где-то отъехал и мотор лег похоже прокладка ну там вскрытие покажет но вчера еще мне жаловался как-то громко громко он работает так это какие-то серьезные джиперы а это морда машина машина на его чистая ровная сильно но может не он да может уже не разбито может тут прикол черниговиновый шевроле него а вижу ленты ленты сейчас будет нормальное движение слышишь кузов он лежит это будут видео помню да вот это где-то ты по моему тоже не но мы тут никогда не были нет ниже не было ниже не я вчера нашел не вчера на днях и машина похожего цвета дари но было тащили мы нашел я это снежина видео там интересные места были с бородачом мы там выступали вообще победили было круто в общем и дали нам банку ликви моли подожили это не там ту ликви моли дали тому же это там вроде чё то что там она стояла на витрине много лет и не продавалась я залил в залу пазли когда сейчас залито в нем ох ты ж елки река десна десна река него красиво блин какое место классно вообще он из стаи белого волка люди так но мы приехали неожиданно смотрите сколько машин сколько людей кого-то найти то сейчас тут все наши деде а а ну давай щас его снимем а вот смотри все футболка люди не ждали до спокойно это чтобы вора было людям колеса ему не нравится вот тут людей ты посмотри какой движ вот организаторы клуб экстремал черниговский с многолетней истории сатрику кто-то отстегнул даже кабину видишь съехался народ в этом году по серьезному а вот патрол на котором и в литве были он был даже в малайзии этот патрол друзья он был техничкой у нашей команды одесской а вот 69 кто это ходит нормально народ подъехал а вот серьезные люди тут так это серьезный участник а что ты будешь участвовать ну расскажи как ты ехал сюда тут какие-то страшные истории уже ходили ехал несся мчался так тачки обгонял дожил 200 обошел потому что ты рассказываешь это невозможно короче говорят отвалилась какая-то запчасть серьезная которая приводит в движение эту машину ну покажи где ты варил хоть с той стороны с той стороны ой блин ну тут травка можно залезть говорит отпала отпала что-то он быстро приварил ну видно плоховато но машина хорошая в общем да нету ни дырок ничего все в идеале практически бел 100 ой блин сильно стукнул очень центральный замок сработал да лишь не открывается тут вообще просто сказка из той стороны 15 на чё 15 не 0 1 заказал такой и я понял хорошо с капотом фото видите что снаружи что внутри вид 1 эта фотография в натуральном видео моторного отсека кто не знает шнуркель шикарный просто так друзья вот это легендарная машина рфс и год назад мы с ней ездили но вот этом эвакуаторе черновцы аж мы тут изменения просто нереальные тут уже осталось от того все снято по максимуму да и раздатка другая сейчас я вам зад покажу удивитесь ух ты же елки ты видел что валера сделал с автомобилем мосты тут уже до на 60 не дано или 44 или 60 короче что-то 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 тут все по взрослому уже за да осталось гранчи роки немного вот тут по-серьезному полный спорт сделан на максимуме видите все была машина в харькове на соревнованиях судя потому что приехала сюда то все с ней хорошо тут тоже все по максимуму облегчили ручка это же гулевская я с валерой штурманом да я пролезу тут по толщине толкать будешь ох ты же еханы бабай не но это по взрослому быстрее буду залазить до да валера блин ну ты-то ты ох а руль какой оригинально это да конечно облегченный и сигнал е надо же выучить все кнопочки ух ты ж елки слышать ли сигнал снять она быстрее поедет и регистратор тут все тут есть а это блокировки шо это такое под рульки да нет сегодня а шо за звук был когда ты еханы бабай ты шо вообще охренеть она не я ничего не сломал торпеда шикарная конечно ничего лишнего ну на для ног места много огнетушитель каркас привязываться а привязываться как где было куда ты так а шо уже начало или шо так и я с вами я сзади могу с вами тут и бизончик сегодня в общем нормально сейчас будет движуха короче так раздатка чего ты что-то мне говорил я уже забыл а атлас а вот это жгут проводов ну расскажи как в харькове было сложно не то то да ну первый выезд был не считает слышишь тут палатки прямо блин куда мы едем сейчас посмотрим спецучастки что тут происходит бензонасос жужжит слышите когда сколько литров бак 85 ух ёлки спортивный а 69 вы 8 тут полный спорт видите уже можно на дакар хоть завтра выезжать а fox и стоят же ждать fox и ну все там по-взрослому куда ехать хрен его знают а вот какие-то следы а вот и дорога налево давай да звуки нормально издает как вся гран-чероки на я не плане выхлопа в плане ходовой что-то уже нету не мне но мотор есть кузов и кусочки щиток прибора по суровому в общем подошел ты к вопросу помню какой он был вот назад там есть видео посмотрите друзья был обычный гран-чероки так спецучастки вот там я видел вообще ленты ленты ну вот осталось селектор коробка тоже я думаю грандовская сейчас посмотрим что на какой-то озеро вот так а что здесь подписано печка печка есть красавчик печка важный элемент охлаждать охлаждение это десна или залив или озеро каркас по по всем параметрам да по правильным охотник стоит а я вчера не хрена понял ходил-ходил-ходил-ходил-ходил-ходил-ходил-да ни хрена нету вышел автобус едет я говорю автобус остановил заходу скучно стало я заряжаю как дав бабушку понял и дивиться на него и что убил ну да потом мужика ты что дурак такая трехи скинь бы я весь автобус перестреляю нормально так спецучастки как-то суховато тут слышишь или это только начало а это так это его ван может на зимних шинах выступить так друзья что-то куда-то непонятное тут в трусах опасно а так на внедорожники нет да да крапива такая суровая но похоже на черновцы почти по по крапиве говорит тут поинтереснее ну пока ничего не видно да давай на гран-чероке может проедем посмотрим так ну вот чуть-чуть есть вода чуть-чуть вода в общем будет какое-то сейчас движение все увидим он вернулся до серьезно получилось машина сзади вообще нельзя понять что это птички как поют не успел чуть на два да сотрите где выхлоп да тут шноркель с этой стороны подожди меня садимся тут так три богатыря впереди шаесы я думал только у меня такие звуки гран-чероке все это у всех заряженная него тут едет так куда-то мы поехали во фронт вот такое что-то на ровные дорожки на заднем атлас раздатка о спецучасток мы нашли слышишь ну тут какой-то жесткий наверное выходить будет будешь ехать или рано еще ну да классно едет а мосты какие да на 40 как 1 рано ли вида стран мира да у сани такие стоят да серьезный аппарат тут будет нормально судя по по камышам крапива просто какая-то гигантская в этом году ну дожди были до целых весь май почти каждый день выросло все хорошо как-то резко так зимы в лето точнее была осень у нас с осени до июня была осень зимы не было серьезный внедорожник тоже подготовлен ну не так как гран-чероке ну похож на гран-чероке мало что осталось больше сели в ты включаешь а я про свой вспомнил думаю ну ручка такая же включение остальное больше ничего нету так а взвешивал или не взвешивал 200 200 блин за хрена конечно да серьезный внедорожник так как шо ж ты облегчишь уже все облегчено по кузову уже ну там 20 килограмм выиграет может серьезный внедорожник нас подрезал до но мотор все как бы лажда или ничего там 6 и так должны звуки издавать до он серьезная машина на вот братуха стоит стоковый это серьезный человек так серьезная машина слышишь так это покруче той белой до блин и крыло нового пороги сиденье какое модно облегченная облегченный салон поживее через 15 минут после брифинга будут открыты этапы этапа у нас три локации в которой для каждого класса построена трасса первый этап который будет открываться будет открываться там на болоте я сейчас повешу здесь на машине карту это будет называться кольцо смысл и логика этого мероприятия кольцо проходит на вылет парными заездами машина которая вылетает имеет право повторить заезд но уже с другим напарником чуть позже первая пара проходит выигравший идет по турнирной сетке дальше проигравший ходит на другую сторону турнирной таблицы у него есть шанс повторить этот процесс это касается лайта и это касается харда прото в двойных заездах не участвует прото своя программа как будет проходить награждение и как будет проходить общий зачет машины которые приехали на парную гонку проезжая первый раз получают время прохождения это время прохождения уходит в общий зачет плюсуются про время прохождения остальных трасс и по общему времени считается победитель тот кто находился на трассе наименьшее время это время Продолжение следует...